Вы раньше говорили о том, что Путин в войне стачивает оппозицию, всех неугодных может сбрасывать. То есть это такое перпетум мобильное удержание власти. Но теперь получается, что раскрутив этот маховик и создав огромное количество милитаризированных людей, количество которых будет увеличиться, потому что все больше и больше мужчин проходит этот опыт, он тем самым создает вероятность того, что пригожинские сценарии могут повторяться. Абсолютно. Это на 100%. Это просто то, что показал пригожин. Посмотрите, это... Четыре с половиной тысячи человек могут взять Москву. Блин, ну Москву, сколько городов, сколько местностей, где-то можно добивать, можно просто не отправлять, можно прогнать всех, которые смотрящие из Москвы, любой контроль просто, но можно это убрать. Таким образом, потому что момент распада России, это будет момент, в котором перестанут отправлять налоги. Ну вот, ну и что дальше? И это уже распад. Из Ростова. Ну, например, ну и уже, и все, и распад. Думаю, что здесь вопрос на 100%. Это произойдет, потому что нету сил в России, чтобы этому противодействовать. Нету сил. Во-вторых, Россия перестала быть для них страной, как общее явление, за которое готовы погибать. Никто за это не будет воевать. Просто. Хочет наделяться, пусть наделяться. Это во-вторых. Во-третьих, это значит, что то, что начало с 24 февраля придет к быстрому концу. Короче, не будет ни потенциала, ни морального, ни экономического, так далее, чтобы воевать. Поэтому здесь стратегия Украины не соглашаться на советы тех, которые помогают, не помогают, потому что надо добиваться своих условий. Потому что мне кажется, что сейчас энергия мира пойдет в то, чтобы помочь России не разваляться. Короче, быстро какой-то мир и так далее. СВО превращается в СМО, как я вчера сформулировал у себя. Специальная мятежная операция. Ну, дальше. И эти вызовы, да, просто, блин, может быть так, что если произойдет смена власти, вдруг окажется, да, что появился спасатель, хороший вождь, да, который все, что плохое на Путина, интерес мира переключается на Россию, да, но нам надо им помогать, а не бедные, голодные, правда? Какие репарации и так далее, и так далее. И в целом, несмотря на то, что получили обратно территорию, несмотря на то, что в войне мы провозглашены победителями, на самом деле эта война проиграна. Если будет так, что Россия возвращается в мировую систему с другим уже президентом, да, если Беларусь остается геополитической частью этого режима, да, это будет то, что показал этот момент спригоженным, да, это присутствие Китая в центральной Европе, тогда тогда эта война на самом деле будет войной проигранной. Если в Украине власть, администрация, да, будет дальше заниматься системным воровством, тогда воссоздание будет невозможное, вера людей в возможности, да, строить будущее, все это будет убивать смысл.